Где взять силы на разрыв токсичных отношений? Очень хорошо берутся силы, когда вы смотрите правде в глаза. Правде в глаза. Я по себе могу сказать, что одна из причин, почему так долго тянулась... Ну как долго? По сравнению с кем-то, я так смотрю, очень быстро всё закончилось, так и не начавшись. Потому что была надежда. Потому что до он был хороший. И вот эта вот надежда. Непринятие реальности. Такого не может быть. Но он же был нормальный. Куда это всё подевалось? Может быть, я должна как-то по-другому себя вести? Может быть, я должна как-то с ним поговорить? Я помню эти серьёзные разговоры. Что-то он с умным видом кивал. Короче. Не обладала я информацией. Учитесь на моих ошибках. Проинформируйтесь уже раз и навсегда, что оно само не рассосётся. Ну не рассосётся, вы просто потратите на два года больше. Два года – это ладно. Вы потратите килограмм просто здоровья. Килограмм здоровья. Вот это вообще важно. Вот это вообще трэш. Это ужас, конечно. Самооценка сдохнет просто окончательно и будет вообще в минусе где-то. Ну то есть каждый день в таких отношениях он очень дорого выходит. Очень дорого. Цена высочайшая. Люди, которые сидят там и говорят, ой, это же надо там детей нечем кормить, себя там нечем обеспечивать, ещё что-то. Ой, это же надо куда-то идти, возвращаться, это надо снимать квартиру. Считают там эти копейки. Блин, каждый день вы платите своей кровью просто в буквальном смысле. Всё это, ничего это бесследно не проходит. Ничего, ничто из этого бесследно не проходит. То есть я до сих пор восстанавливаюсь. Хотя уже прошло, я не знаю, там 10 с чем-то лет. Даже не хочу точную цифру вспоминать. Потому что посадить здоровье, да господи, вот так. Восстановить здоровье? Нет, не так просто. Поэтому не надо жалеть денег, надо снимать квартиру, надо работать, всё что угодно. Вам это всё потом вернётся. Ваш вклад в себя вам потом вернётся. Просто поймите, что оно само не рассасывается. Вот оно само не рассасывается, оно просто с каждым днём усугубляется. И с каждым днём сложнее уйти, потому что сил-то меньше. Сил-то меньше. Здоровье меньше. Вот просто реально такое бессилие. Ничего не хочется. Всё какой-то тлен. У тебя плохое настроение, которое уже почти переходит в депрессию. В общем, посмотрите в правде в глаза. Почему кто-то, кто знает меньше, чем вы, и, возможно, работает хуже вас, живёт лучше? Потому что использует не только навыки, он использует свой мозг эффективнее. Если вы хотите так же, а может, вы хотите обогнать и перегнать, записывайтесь на нашу бесплатную программу «Начни получать больше». Узнайте базовые правила работы мозга и начнёте от себя получать больше и жить лучше. Вышла из отношений 8 месяцев назад. Просто лоб расшибаю, не могу найти мужчину, как будто на мне крест. Никогда раньше такого не было, мне 47. Стала думать, что я просто старая, и это уже конец, тяжело. Потому что отношения не строятся, расшибаю лоб. Когда женщина расшибает лоб, у неё здесь на лбу написано, что она его расшибает. Значит, что? Это последний шанс, последний вагон, что ещё? Ни один нормальный мужчина не пойдёт в эти отношения, как и вы не пойдёте в отношения с мужчиной, который судорожно за вас цепляется. То есть вы так задумываетесь, блин, что с ним не так? Почему он судорожно так цепляется за меня? Что с ним не так? Всё, то есть мужчины тоже люди, они не торопятся, они хотят посмотреть. И меньше всего они торопятся в отношениях с теми, кто за них судорожно цепляется. То есть пересмотреть ваше внутреннее состояние, где произошёл завал, почему вы начали лоб расшибать-то. То есть вот само это выражение, оно говорит о вашем внутреннем состоянии, о вашем настрое, с которым вы строите отношения. То есть вам срочно нужен мужчина, срочно нужен. В чём срочность-то? Что за паника? У вас низкая самооценка, когда вы вне отношений. Понимаете, да? Когда мы молоды и прекрасны, у нас гормоны... Господи, все выходят замуж кому надо. Вот все, кому нужно, выходят замуж. Там должны быть сильные вторичные выгоды, протесты, когда женщина не входит замуж. Гормоны выходят с низкой самооценкой, без самооценки, травмированные, кривые и косые, внутренние я имею в виду. Все выходят. А вот когда гормоны сходят, вот здесь уже видна ценность и цельность самого человека. Если в молодости очень часто люди путают желание интимной близости с данным конкретным человеком и воспринимают это как любовь, то во взрослой, во взрелости уже не путают. В зрелости любовь – это уже любовь. И здесь на первый план выходит сам человек. И здесь уже видны его завалы. А когда мы судорожно цепляемся, это же проблема в нас. То есть эту проблему надо решать. Надо не лоб расшибать, а надо остановиться, вздохнуть, посмотреть внутрь и сказать, почему я себя не воспринимаю цельной личностью. Почему я лоб расшибаю в погоне? Что со мной? Где произошел завал? Где самооценка рухнула? Или вышли какие-то травмы? Потому что когда мы перебегаем из отношений в отношения, очень часто мы даже не замечаем, что с нами что-то внутри, что-то не то. Мы выбираем не тех, эти отношения разваливаются. Особенно если все идет по принципу «каждый следующий хуже предыдущего». Это 100% знак, что с нами что-то не то. В том плане, что есть какие-то слабые места, которые надо закачать. Но мы на них не обращаем внимания. Мы бежим, мы затыкаем дыру быстрее. Мужчина, 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 быстро, быстро. И все, и уже все не так страшно. Вроде бы я ценная, меня же оценил кто-то. Остановиться, отдышаться. Приходите на второй поток идеальных отношений. Как перестать консервировать и начать жить? Девушки, да? Как перестать консервировать и начать жить? Все-таки домашняя работа, она должна приносить радость? Или ее нужно отдать другому? Тому, кто за нее деньги получает? Все. Все остальное, на мой взгляд, это лишняя растрата собственного ресурса. Когда мы делаем то, что нам не нравится, мы отдаем ресурс. Очень часто женщина в желании сэкономить 3 рубля тратит 10. То есть это ее недополученная прибыль. Ее недополученная прибыль. Ее неэффективные решения. Да, она сэкономила явно 3 рубля, но она не явно 10 потратила, а то и 30. Поэтому задумайтесь. Если вам не нравится этот процесс, стоит ли им вообще заниматься? Или лучше заняться любимым делом? Подскажите, как перестать бояться людей? Как будто забитый щенок. Нет друзей, подруг, а хочется. Как быть? Причину? Работать с причиной. Почему боимся? Почему боимся? Где нарушена безопасность? Ощущение безопасности, что люди это какие-то страшные звери. Когда оно произошло? Когда, где? Что случилось? Вот с этой причиной работать. Приходите на идеальные отношения. То же самое скажу вам. Мы как раз там этим занимаемся.